Привет, друзья! Подписчики мои! Ну что ж, у нас сегодня какое-то сумасшедшее гениальное видео, а гениальное оно потому что. Рассказываю, друзья, я тут взгляну на коллекцию волчков из последних сезонов, вот, и вы знаете, по ощущениям их оказалось слишком много. Больше, чем в пятом, больше, чем в четвертом, больше, чем в третьем, ну понятно, что больше, чем в первых и вторых. Но! Почему так получилось? Потому что по факту этим волчкам два года. И то есть, по сути, мы имеем два сезона, то есть как бы шестой и последний, но еще дальше волчки продолжили выходить. У нас было две линейки, линейка DB и BU. И я подумал, а почему бы нам не схлестнуть это в грандиозной битве? Ведь никто до меня этого делать не догадался. Поэтому сегодня мы сделаем крутое-крутое мега-мега видео, но не со всеми волчками. Дело в том, что я отложил, ну, таких, знаешь, довольно ярких, интересных представителей. Вот у нас, соответственно, линейка BU, линейка DB. По ощущениям... Сейчас я просто немножко... А, все, увидел. Вот. По ощущениям, наверное, DB, ну, с точки зрения волчков, которые представлены, посильнее. Но и, в принципе, у BU есть чем нас удивить. Вот эти, к сожалению, волчки. Hello, 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 hello. Китти вообще не определился в этой жизни, но вроде как он DB. А вот эти три BU, но, соответственно, я... Они самые слабые вообще волчки в мире. Их я советую покупать только для коллекции, для рофла, для прикола, если у вас много денег. Вот, соответственно, поэтому мы их решили исключить. Ну, я, в частности. Есть у меня два вот таких апокалипсиса. Я их называю апокалипсисы. Вот. Они тоже участвовать не будут, белиалы. Ну, и гора волчков из рандом-бустеров. Причем у меня здесь еще даже не все эти волчки из бустеров. Там выходило гораздо больше. Вот. Соответственно, там еще у меня за кадром куча лежит. Я их не стал рассортировать. Я думаю, что если это видео соберет миллиард тысяч лайков, тогда, конечно, я сделаю для вас вторую часть. И мы, естественно, с вами побаттлим. Более того, хотел вам сказать. Многие вот сейчас тоже пишут в комментариях. Я не знаю, ребят, как с вами бороться. Понимаешь, просто игнорировать, ну, как бы, нельзя. Хочется как-то ей ответить. Ну, что типа да, конечно. Но, с другой стороны, я так устал на это отвечать. Дело касается нового сезона, вообще нового Бэйблэйда, перезапуска Бэйблэйд Икс. Идут комментарии, сотни комментариев о том, что буду ли я снимать, будет ли это на канале. Я устал вам уже повторять. Я снимаю все. Все снимаю. Все волчки, которые выходят, я снимаю. Разве что я не снимаю в последнее время Hasbro. Потому что, во-первых, они скучные. Во-вторых, они дорогие. А в-третьих, их в России сейчас не купить. Поэтому смысл их снимать. Вот. Если, да, Takara Tomi, соответственно, вот магазин, с которым мы работаем и дружим, привозит, то Hasbro не привозит никто. Поэтому сейчас скажете, вот, я продался ради денег. Нет, смысл мне вам показывать то, что у вас нет возможности купить. Если бы вы легко пошли в магазин и купили бы, я бы, да, мне это, в принципе, интересно, я бы тоже снимал. Но мне это неинтересно, стоит это дорого и купить это нельзя. Вот такие вот три причины, которые, почему я не снимаю Hasbro. В случае Takara Tomi я снимаю все волчки, буду их снимать и не прекращу. И мне вообще, мне вот пишут, ой, не снимай, хайф закончился. Мне вообще на это все равно. Я буду снимать байблэйды всегда, постоянно, новинки. Возможно, некоторые ролики будут проводить с периодичностью. Ну, потому что у меня есть другие каналы. Это канал с игрушками, канал фанбаза, мой любимый, мой проект уникальный. Канал с конструкторами, да, то есть, типа, вот туда тоже ролики надо снимать. Плюс с байблэйдом я как будто из байблэйда выжил максимум. То есть, да, мне вот недавно подписчик написал, что, мол, я знаю, как будет двигаться дальше канал Байзона. Распаковок не будет, будут только битвы, да. А почему нет? Битвы все любят, вы просите ролики. Я с радостью сниму для вас интересные новые битвы. Вот, например, как сегодня я придумал гениальную штуку. Просто такой бах, и как вот такая мысль прям. Снять деби против бою. Супер, супер. Такого еще не было, поэтому будем батлить, будем батлить. Вот такое вот долго лирическое вступление. Ну, нужно было выговориться, нужно. Что, я предлагаю начинать. Потихонечку будем батлить, будем тестировать. Что вообще, посмотрим. Как сегодня пойдет дело. Я предлагаю начинать, погнали. Ну что ж, играем мы сегодня на красивой, большой, прозрачной арене по такому концепту. Мы батлим волчков один на один, соответственно, до одного очка. Левосторонний с левосторонним, правосторонний с правосторонними. И в конце ролика мы посмотрим, кто сколько и кого победил. Единственное что, сейчас дайте мне секунду, я хочу взять пускатель еще левосторонний. Мне пригодится. Хотя, наверное, проще поменять как-то вот этот. Вот надо вот как-то поменять местами их, наверное, да? А я не могу снять. А-а-а! Жестко! Сейчас, друзья, give me one second, please. Пожалуйста. Просто потому, что я... Ну, вы знаете, кто я и поэтому что тут скажешь. Слушай, а я... Смотри, хотел одеть на пускалку вот сюда левосторонний пускатель. А я не могу. Почему-то. Почему-то он... Ну, потому что очка китайская. Ладно, фиг с ним. Главное, что у нас есть левосторонний пускатель. Все! Можно, соответственно, начинать. Пойдем, наверное, снизу. Что? У нас тут лежат два прекрасных представителя. Блин, подожди, а как же мне откладывать в сторону, чтобы было удобно? Не могу особо понять. Сейчас попробуем. Сложно. Ладно, сейчас разберемся. Пойдем, наверное, что? С первого ряда вот у нас, пожалуйста, сразу феникс. Такое бывает. Сражается он сегодня с кирбеусом. Но! Голден кирбеус весьма сильный. Вот. На самом деле никому из волчков, ну, максимум, ахилесу может... Ну, то есть, никто не сможет одолеть, наверное, этого феникса. С другой стороны, кто знает. Ну, да, да. Тут было очевидно. Пока что счет у нас 1-0. В пользу, да, так сказать. Я просто не запутался. И столько волчков тут лежит. Ладно. Мы двигаемся дальше. У нас Грейтос Рафаэль. Да, друзья, справа Диби, слева Бэй У. И вот этот красный. Честно, не помню, как было. Посмотрим. Интереснейшая битва пока что. Хочется, вот знаете, сделать один большой, мощный ролик. Не 508, как раньше, а вот один большой, крутой. Ну, мне не очень нравится, если честно, битва. Но пока побеждает Рафаэль. Окей. Мы, соответственно, двигаемся дальше. Следующий у нас здесь сейчас секунду. Левосторонний. А у нас левосторонний. Давайте подняем чуть местами. Так, что это такое? Это Богомут. Роар Богомут. Сразится, столкнется вот с этим парнем. Интересно. Неплохо. Сошлись, ребята. О, друзья, дальше. Вот дальше бой будет очень интересным. Итак. Богомут. Роар. Но он крутой. Я обожаю Роар Богомут. Он классный. Пока 3-0. Пока 3-0. Но вот дальше может все измениться, друзья. Обратите внимание, у нас... А, это левосторонний Сприган. А он не может драться с Ахиллесом. Я думал, с Ахиллесом. Ладно, махнем местами. Ахиллесом. Тогда он сразится тоже с Роар Богомутом, но только из набора с Ареной. Вот. Что-то я... А, нет, стой, подожди. Да нет, левосторонний. Просто что-то плохо. Ну, пускал какой-то надевается. Так, погнали. Ну, пока деби ведет. Ого! Только стоило сказать. И вот это да. Берсту, берсту, берсту от бою. Ничего себе. Это здорово. Я даже собирать не буду. Просто потому что... Чтобы понимать, что это было берсту. Класс. Дальше. Дальше. Я предлагаю немножко поменять местами, чтобы соперники были плюс-минус равны. Это Феникс. Очень мощный. И просто следующий в бою у нас идет Ахиллес. Поэтому давайте немножко дадим... Ну, равный бой посмотрим. Ну, просто смысл... У нас же смысл потестить. А не смысл, чтобы победил Ахиллес. И мы такие... Ну да, мы знали, что он победит. Ну, типа... Это не рандом-битва. Здесь я могу батлить, кого захочу, с кем захочу. Поэтому... Но я вроде разложил по порядочку. Немножко рандомно, но посмотрим. Да, пытался, конечно, спасти немножко Диби. Но Ахиллес очень мощный. Поэтому 2-3. 2-3 Берсту. Но по факту Берсту... Я предлагаю Берсту считать за 2 очка. По факту я бы сказал у нас... 4... А, нет. 3-3-3. 3-3. Пока 3-3. Да. Что? Двигаемся дальше. У нас Роктаворус. Роктаворус. Роктаворус против Валькирии. Давайте дадим Валькирии шанс. Роктавора спустим первым. Неплохо. Валькирия показывает себя весьма интересно. Разве что это не совсем то, что нужно нам. Нам нужно что-то более интересное. И поражение. Поражение. А ну, слушай. Проиграть Роктавору это не стыдно. Это нормально. Двигаемся дальше. У нас 2 волчка неоднозначных. Это Персей со стороны Диби и Люцифер со стороны Б.Ю. Вот. В целом, в целом, Персей может легко разобраться. Но Люцифер, скорее всего, проиграет. Тут как бы и да. Было, в принципе, все очевидно. Диби вырывается вперед. Весьма уверенно двигаются к победе. Дальше. Интересный бой у нас Валькирия. Эль Классико. Против Берстус Спригана. Весьма и весьма интересный бой. Криво я Валькирию запустил. Ну, ладно. Посмотрим. Я до двух очков. Правда, смысла Валькирия побеждает. Ну, давайте. А, ну да. Получается, Валькирия побеждает Спригана. Наверное, с Фурой не совсем было честно. Но Валькирия может. Так. Вот дальше у нас тут Белиала. Давай сразим их. А я потом запутаюсь, кто из них. Откуда? Давай-ка вот этого золотого красиво побаттлим. С вот этим вот чувачком. Погнали. Ну, тут уже очевидно, что Диби показывает себя на голову. Наверное, да. Если что-то где-то, я имею в виду, немножко другие матча попроводить. Конечно, да. Но... Бёрсту, 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 дамы и господа. Второе бёрсту в шестом сезоне. Вот этот поворот. Так. Итого. Подожди. Тут надо посчитать. Надо посчитать. Сейчас, секунду. Получается, раз, два, три, четыре, пять очков у нас набирает команда БЮ. И получается, что раз, два, три, четыре, пять, шесть очков набирает команда Диби. Учитывая то, что было два бёрсту-бёрсту, БЮ показывает себя достаточно неплохо. Однако, дальше у нас возникают проблемы, потому что со стороны Диби остались левосторонние волчки. И это Лангинус и Фафнир. И осталась вот такая вот Валькирия со стороны Диби. И БЮ вот такая Валькирия. Я предлагаю Валькирии сразить вместе. А дальше уже будь что будет. Будь что будет. Let's go. Да, наверное, если пары подобрать немножко по-другому, возможно, ситуация бы изменилась. Но такое тоже бывает, понимаешь? Что же, а как специально подбирать пары так, чтобы выиграл там кто-то конкретный? Вот, друзья. Если честно признаться, я на это рассчитывал очень сильно, чтобы нам немножко счёт вырулить. Итого, по промежуточному итогу. Я вам сейчас расскажу, надо посчитать. Три берсту-бёрсту со стороны БЮ. Это хорошо, это круто. У нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь очков в пользу БЮ и по-прежнему шесть очков в пользу Диби. То есть, по факту, БЮ на одно очко опережает соперников. Однако, ещё остаётся две битвы. И если затащат у нас... Ну, как бы это интрига. Я специально поставил Валькирию. Я бы уже говорил об этом. Да, я ожидал Бёрсту. Вот. Дабы слишком хорошо разбирать в боевой. Вот. Получается семь-один. Вот сейчас Диби, скорее всего, вырвет. Семь-один, семь-шесть. Скорее всего, победу вырвет Диби. Ну, потому что, объективно, у них левосторонние волочки. Хотя, хотя, вот сейчас тоже непонятные, интересные соперники остались. Беллиал и Лангинус. В принципе, Лангинус очень агрессивный. Он не выводит ничью. Он либо проигрывает, либо разматывает соперника фокупрак. Поэтому здесь, на самом деле, шансы больше у даже БЮ. Наверное. Ну, Лангинус был дольше. Мы сравняли. Семь-семь, друзья, мой счет. Семь-семь. Ну и что ж, я мастер контента, друзья мои. Айр Найт, ой, Вейт Найт против Фафнира, который Ваниш. И интересная будет битва. В принципе, Вейт Найт может подраскрутиться за счет резины Фафнира. Посмотрим, посмотрим. Давай. Опа. А так, счет семь-семь, друзья мои. Довольно равный. Довольно равный, ребята. Вот я повторяю, что я почему-то думал, что будет перевес в сторону DB. Однако, Бёрсту зарешали. Ну, опять же, да, это я придумал систему, что два очка. Ну, как бы я не я придумал, я взял ее с оригинала. Просто в рандом-битве это одно очко, а здесь как бы два. Хотя, по-моему, везде два. Ну, в общем, короче, да. Зарешали Бёрсту. Ну и ничья, друзья мои. Это ничья. Я думаю, что можно еще... Слушай, как все круто получилось. Я гений контента, согласитесь. Это правда интересно смотреть. Сам, честно признаться, такого не ожидал. Но да, да, это круто, это справедливо, это интересно. Вот, соответственно, давайте мы наберем 3000 лайков под этим роликом. И тогда я сниму продолжение. Как раз таки с оставшимися волчками. Скалибур, там, Дракон, Кирбеус. И не пишите мне, где видео. Соберем 3000 лайков, будет видео. Я буду теперь тоже таким жестким, однозначным. Да, посмотри, они на равных. На равных, а это круто, это то, к чему мы шли. Да, ну, ничья. Все, подписка, ставьте лайки. Как вам ролик пишите в комментариях. С вами был Лучший Югомошин. Всем дочки, всем пока-пока.